Уважаемые трейдеры, как обычно в понедельник у нас календарь, в понедельник у нас разбор фундаментальных данных, статистики, которые выйдут на неделе. Неделя у нас будет достаточно важной, хотя бы потому, что у нас ФРС в среду, данные по инфляции в среду, ну и масса других индикаторов, о которых мы сейчас расскажем. Начнем, пожалуй, с завтрашнего дня. На сегодня никаких запланированных данных нет. Я открыл календарь Admiral Markets. Вы здесь видите, кто не знает, нужно зайти в аналитику, календарь Forex, выбрать здесь регион, чтобы время отображалось корректно на новостях, выбрать те страны, которые вам нужны, валютами которых вы торгуете. Ну, у меня обычно стоит Великобритания, Еврозона, отдельные страны по Еврозоне, Япония, локомотив экономик Еврозоны, Германия, Китай. Достаточно важное значение играет, потому что, вы знаете, ходят разговоры, что там надуваются пузыри, рейтинги им снизили. Ну и, как я всегда люблю повторять, два последних, две последние коррекции случились именно из-за опасений по поводу развития китайской экономики. Ну и, конечно, штаты. Но если вы торгуете франком, швейцарским, канадским долларом, австралийским и так далее, можете включать, ставить галочки перед флажками этих стран. Итак, у нас открылся календарь 13 июня. Завтра у нас выйдет по Великобритании уровень инфляции. Это достаточно важно. Знаете, сейчас для фунта непростое время, и парламент не так легко удалось собрать. Еще даже до конца не удалось. И вроде Brexit уже все забыли, но снова появились политические риски. Фунт, как вы видите, отыграл эту нестабильность, небольшим падением. Но я считаю, не сильное падение. Я бы даже его использовал для роста, если у нас завтра инфляция выйдет выше, чем 2,7 или даже 2,7. 2,7 это уже достаточно много. Хоть и рынок учитывает эти данные, дисконтирует их, свои котировки. 2,7 это достаточно много. Как минимум, это выше целевого уровня. Но учтите, что Банк Англии предвидел такой рост инфляции. И 2,7, 2,8 краткосрочно они предполагают, что может быть в будущем. На тот момент в отчете Банка Англии было указано, что инфляция может достигать 2,7-2,8. То есть для них это не будет шоком. Ну и рынки тоже это учли. Они не удивятся, если будет 2,7. Если будет больше, однозначно при нивелировании всяких политических рисков, если в парламенте все будет нормально, ну более или менее, то фунту дорога вверх, по крайней мере, к тем уровням, откуда он упал совсем недавно. Германия. Индекс экономических настроений, это EW. Ну не думаю, что здесь есть какая-то интрига, какая-то важность. Так что вторник у нас день фунта. Инфляция по фунту очень важна для тех, кто торгует фунтом. Среда. Ну безработица Великобритании настолько стабильна в последнее время, что не думаю, что будет интрига какая-то, ну и число заявок в том числе. А вот по Америке в день ФРС, в день принятие решения по ставке в ФРС, в которой, собственно, никто не сомневается, что будет повышена ставка. Я сейчас покажу. У меня вот ссылка есть на Чикагскую товарную биржу, где вероятность указывает на уже 96%. Но это данные пятницы. Итак, у нас выйдут розничные продажи. Ну такой слабый инфляционный показатель. Выйдет уже сама инфляция. Обратите внимание, базовый уровень уже 1,9 был и ожидает, что будет 1,9. Если тут цифра будет выше, однозначно это еще одно повышение в 2017 году. Ну и сама инфляция 2. Ну немного ослабнет, как думает рынок, по сравнению с тем, что было в предыдущий период. Но все же это уже целевой уровень ФРС. Ну и, конечно же, ФРС повысит, скорее всего, ставку. И будет пресс-конференция. Прогнозы будут от Джанет Йеллен, видение экономики. Тут в двух словах. В чем интрига, в чем, собственно, вопрос заключается в том, что ФРС пытается на фоне будущих программ налоговых каких-то изменений, реформы Трампа, опередить рост будущей инфляции и уже пойти на повышение ставки. Все это вступит в силу где-то в сентябре, да, будет принято в начале, в середине. И следующее заседание ФРС будет уже 20 сентября. Скорее всего, у ФРС будет время оценить все, что произошло. Вот, собственно, вся интрига. Я уже 4 раза употребил интрига, слово интрига. Ну, что делать? Рынки – это интрига, рынки – это ожидания, рынки – это новости. А теперь к новостям. Вот что ждет рынок. Точнее, это будет новость уже в среду. Пока это слух, пока это ожидания трейдеров, которые торгуют на Чикагской бирже ставкой по федеральным фондам 30-дневным. Вероятность того, что повысится ставка 95,8%. Сохранение 4%. То есть рынок настроился, что ставку повысят. Нет, еще 26 июля будет на заседание. Тоже оставят уже повышенный. 20 сентября все еще ставка такая же. Большая вероятность, что она останется такой же. В ноябре, наверное, к 50% нет, 67%. И конец года, 13 декабря, 43% сохранения. То есть ставку сейчас повысят с большей вероятностью. И, скорее всего, до конца года оставят такой же. Или повысят равнозначная такая вероятность сохранения и повышения. Итак, вернемся к 14 июня. Мы видим, что рынок настроился на повышение ставки. Теперь, что у нас в календаре. У нас в календаре заседание ФРС и пресс-конференция. Очень внимательно будем отслеживать, что скажет Джанет Йеллен. Какие у нее ориентиры, какое у нее видение. Что насчет будущего повышения ставки. Почему вероятность высокая? Потому что давно уже ожидали этого события. И разве что сильный обвал фондового рынка может как-то внести коррективы в эти планы. Или вот эти данные могут выйти очень слабыми. И тогда ФРС задумается. Хотя они выйдут уже на второй день заседания. То есть, вы знаете, ФРС заседает два дня во вторник и в среду. Окей, мы еще об этом много напишем, много расскажем. На вебинаре, жду вас на вебинаре во вторник по текущей ситуации. А у нас четверг, времени мало. У нас четверг. Банк Англии. Количественное смягчение. Навряд ли что-то будет изменено. Хотя, знаете, если бы не вот эти вот выборы, которые немножечко разочаровали сторонников ТРЗМ. Скорее всего, тут могли бы быть уже намеки на то, что в будущем может быть ставка, может быть как-то повышена. Но опять политическая нестабильность несла свои коррективы. И, скорее всего, будет точно так же уровень QE, так называемый, сохранится на 435 миллиардов в месяц. И ставка также будет оставаться на минимуме. Для тех, кто торгует иеной, решение ЦБ по ставке ЦБ Японии, никаких изменений не должно быть, по мнению рынка. Ну и в конце недели Мичиган, как обычно, предварительный показатель по доверию потребителей. Это, так сказать, ожидание потребителей по будущему, своему положению доходов, по своим расходам. Ну, то, что ожидают потребители на текущих уровнях, сейчас и в будущем. То есть, такой своего рода потребительский индикатор. Окей, что еще могу сказать? На этой неделе будет, резюмируем, на этой неделе будет много новостей для тех, кто торгует парой USD, нет, не USD, GBP, USD, фунт, доллар, само собой, евро, USD. И следим за данными в Штатах, за данными в Великобритании. Вот, так скажем, ньюсмейкеры на текущую неделю, Джанет Йеллен, Банк Англии и инфляция по Штатам и по Великобритании. То есть, фунт, пара GBP и USD будет под давлением в любом случае, потому что и по числителю этой пары, и по знаменателю этой пары будут важные данные. Я всем желаю удачи на рынках, хорошей недели, всем профитов. Спасибо. Продолжение следует...